А история малая, большая. Евдокии Сергеевне 91 год. Сейчас она живет в новой однокомнатной квартире. Еще хватает сил убраться по дому и помыть посуду. Если что, рядом живет дочь, которая и с делами поможет, и просто согреет материнское сердце. За долгую жизнь пожилая женщина пережила тяготы военных лет, тяжелый труд, как в колхозе села Красный Яр, так и в Бийске. В колхозе работала я, и прицепщиком работала, и учетчиком работала, и весовщиком от комбайна работала. Что заставляло ли меня, то я работала. А в каком году сюда приехали уже? Сюда мы приехали в 57-м году. А здесь чем занимались? Здесь я работала на фанерке, а потом бережа на авторе, и там я убирала цех, и когда подменяла девчонок, конфликтов, что-то было. Война забрала у нее отца, в 44-м ушел на фронт муж. Втроем она, сестра и брат выживали как могли. Пожилая бичанка рассказывает, что приходилось ютиться в доме без воды и даже без отопления. В начале 50-х ушел из жизни муж фронтовик. Годы приглушили горе-потерь, жизнь постепенно наладилась. Год назад Евдокия Сергеевна переехала в теплую и светлую квартиру. Бичанке, как вдове участника Великой Отечественной войны, было выделено более 1 миллиона рублей на приобретение жилья. Ну, она вот недалеко здесь, на Тихе едва жила, дом сгорел просто и все. И вот, когда ее участники войны дали благоустроенную квартиру молодежке, и она жила там 6 лет. И все, потом сюда ее купили квартиру, сюда перейдли. Все хорошо, нормально, быстро все это сделали. Сегодня в списках инвалидов, участников войны 41-45-х годов, членов семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в нашем городе зарегистрировано 4 человека. Из них один житель блокадного Ленинграда, три вдовы участников Отечественной войны. Действие программы продолжается. Сергей Рехтин, Андрей Сегаев, Будни.